И всем привет, ребят! С вами мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик спустя один день после выхода нового обновления, которое внесло у нас коррективы в наши любимейшие устройства. После видеоролика, который вышел у нас вчера, я рад вам представить видеоролик, в котором я вам покажу просто лютейшее, имбовое, просто лучшее, наверное, сочетание, которое только может быть за последний год, может даже больше. Просто, ну, если не лучше, то одно из лучших вооружений, да, это Берсерк, да, это Рикошет, это Рикошет, который вчера я тестил, но спросите вы меня, зачем я буду показывать сегодня его еще раз? Вчера я скатал на нем одну катку, и уже во вчерашнем видеоролике я сказал такую вещь, что надо попробовать данный Рикошет на Харьке с овердрайвом посмотреть, вообще, может он будет как-то круто имбовать. Вчера, зайдя на стрим, я делал данное сочетание и был просто поражен, я был просто настолько поражен, насколько круто оно сочетается, данное сочетание, и насколько жестко можно на нем играть. Сегодня я покажу вам его, покажу Хорнет, Рикошет, Рикошет с устройством Берсерк, также с дроном, который называется Штурмовик. Почему Штурмовик, объясню по ходу боя, думаю, что будет время на обсуждение данного момента. Ну и, конечно же, я вам скажу то, что сегодня у нас еще в субботу на время запись данного видеоролика еще имеются скидки на устройства в гараже, и все те ребята, которые хотят поиграть, понагибать суперинтересным и в какой-то степени люто имбовым, скиллозависимым устройством, устройство Рикошет, которое называется Берсерк, то обязательно прямо сейчас его купите, я думаю, что на протяжении ближайшего месяца оно будет просто наивысшим, наилучшим вообще в матчмейкинге, и очень много ребят по ходу дела будет потом покупать его и начинать на нем играть. Я думаю, что даже резисты здесь не помогут, абсолютно не помогут. Это настолько имбовое устройство, что сейчас я просто вам запикую пару режимов, возможно, это будет две каточки, если быстрые катки пойдут, то может даже и три скатаем. Я, отыграв почти, наверное, все режимы на данном вооружении, на Хорн-Терикошете, могу вам сказать точно, что по сути можно играть в любом режиме, в любом командном, не знаю, что касаемо Джиггернаута и что-то, касаемо ДМа, но в любом командном режиме можно нагибать на данном вооружении, если карта будет средней дистанции, если она не будет большой, офигеть. Мне на архипелаг впервые вообще в матчмейкинге закинуло, просто вот так вот рандомный видос, без никаких подготовок, первая катка и сразу хоп, и у меня архипелаг, ничего себе, давайте попробуем законтролить тогда вот этот остров и попробовать уже от этого острова просто сидеть уничтожать противника, потому что сочетание дает нам просто лютейший шанс контроля данной точки, я надеюсь, что мне хотя бы сюда будет респе сейчас игроков, и я буду просто люто имбовать на этом острове. Кто, ребят, не знает, это у нас новая карта, на которой реально можно неплохо так поформить, если контролить, конечно, свой остров, потому что мне сейчас кажется, что этот остров должен быть под моим контролем, потому что у меня еще и рикошет, который со сплэш, вернее, не со сплэша, а с возможностью отрикошетчивания от стенок, и я считаю, что я смогу здесь его спокойнейшим образом проконтролить, и пока у меня все очень достойно, в чем же, ребят, плюс штурмовика, сразу скажу, имеется у меня хоречек, да, имеется у меня шанс прибавления за каждый фраг баллона, то есть, в чем фишка, в чем фишка? С каждым выстрелом баллон у вас становится фуловым за счет вашего устройства, а за счет моего дрона также за каждый фраг у вас пополняется фулл расходка, то есть, если у вас ваш дрон не на кулдауне, то вы постоянно катаете на фулл нарке. Вот вы просто представьте, да, вы пытаетесь там, я не знаю, убегать от противника, быстро его раздамажить, получаете фулл баллон, в этот же момент получаете фулл нарку, единственное, то, что, увы, не получаете, еще бы аптечку получать, и тогда было бы вообще супер божественно, и все, круто. Так, ну и что мне делать? У меня 5 киллов, я контролю остров, и у меня нету противника на нем. Все ребята там где-то уничтожают друг друга, хотя вот сейчас мы можем здесь подконтролить. Но это просто контроль острова я называю. Я называю это контроль острова, и когда мне ребята говорили, что контролить один определенный остров это тяжело, я вам могу сейчас с уверенностью 100% сказать, что на таком сочетании это настолько просто. Да, понятное дело, что точки вперед особо не идут, что там опыта так жестко не фармится, потому что здесь нету определенного большого респа, где можно сидеть, контролить его и спокойнейшим образом уничтожать противника. Но, учитывая тот факт, что я постоянно могу раздамажить любого, при любом раскладе, даже в этой катке я спокойнейшим образом смогу занять первое место, правильно используя свои вооружения. Но, хотя, карта, наверное, не особо подходит, наверное, для данного вооружения, когда на моем острове уже находится 6 танков, ну, как-то это все печально. Я бы, наверное, даже пошел самуничтожился, но не особо мне как-то хочется мою нагибаторскую здесь УП-шку портить. Ну, ладно, я так понимаю, что наши ребята будут стоять на этом острове, давайте попробуем респонуться на другой и забрать его. Один у меня остров... было просто наилучшее взаимодействие моих тиммейтов и меня, и у меня получилось его законтролить божественно. Давайте теперь попробуем законтролить другой остров. На данной карте у нас имеется их три, один был уже законтролен, вот сейчас попробуем законтролить второй, при том, что у меня есть и овердрайв. И аптечка, и нарко, все есть, я думаю, что можно просто спокойнейшим образом сейчас законтролить еще и этот остров, при всем этом раскладе, то что у нас уже 250 опыта имеется, контроль данной точки довольно-таки просто было бы осуществить, если бы не данный викинга-твинс со своим нагибающим овердрайвом. Ладно, респонул меня сейчас, наверное, не в самое лучшее место, потому что точка уже под нашим контролем, а мне, конечно же, нужно уничтожать противника. Вот этот остров чистейшая карта остров, да, то есть этот ничем не отличается от карты. Но, что я могу сказать, ребят, это настолько простое вооружение, да, что по сути, да, на нем вам, ну, даже не надо особо потеть. Особо не надо потеть, вы просто, если будете правильные вещи делать, вы настолько просто будете нагибать, настолько просто будете уничтожать противника. И сейчас, я думаю, что катка у нас уже закончится. Мы запикаемся, опять же, в ЦП, на нормальную карту, где я смогу четко от респа поиграть на данном вооружении, и вы увидите, насколько люто можно на нем контролить респы и забирать. Ну, это настолько простые звезды, настолько простой опыт, что, да, в какой-то степени это правильно, то, что устройство, которое стоит 200 тысяч, как сказал мой подписчик, оно реально имбует, а не то, что вы покупаете устройство, которое стоит по цене пушки, да, грубо говоря, ну, чуть меньше пушки, и оно вообще не приносит никакой пользы. Да, это правильно, это правильно, но оно настолько имбовое, что у меня реально появляется новое желание, новый стимул продолжать играть. И вчера, вообще, мы там, грубо говоря, стримили до посинения, можно так сказать, мне настолько нравилось играть на данном сочетании, еще и, если у вас в команде имеется диктатор, который раздает вам овердрайв, грубо говоря, вы фулл бой, фулл бой, просто, ну, где-то, ладно, не фулл, 5 минут из 7. В матчмейкинговом бою будете катать с овердрайвом и просто люто имбовать на карте и уничтожать всех подряд. Сейчас, конечно, немножко печальная ситуация, когда на моем острове имеется 4 противника, и только один вот сейчас тиммейт респанулся, но я пока живу, пока живу, пока пытаюсь использовать на максимальную возможность свое вооружение, и у меня, в принципе, неплохо это получается. Уже начинает больше тиммейтов респить, но 4 тиммейта от респала на нашем острове, можно спокойнейшим образом здесь забрать точку. Но, что касаемо данной карты, вам так скажу, это первый раз, когда меня в матчмейкинге вообще закинуло на нее, поэтому я в ней остался, я бы, наверное, перепикнул, потому что, ну, не особо понятно здесь. Можно как-то раздамаживать противника, потому что постоянно зоны меняются, это значит, что не будет такого большого количества противника в одном месте, и вы не сможете полноценно нагибать, наверное, так сказать, было бы правильно. Но, в общем и целом, все равно 400 опыта я в данной катке набиваю, довольно хорошее количество, и сейчас нужно было бы, конечно же, подконтролить эту точку, дабы выиграть бой. Наш тиммейт особо не делает правильных движений, и сейчас мы, благо, хорошо, что мы еще выиграли эту катку, 400 опыта в два раза я оторвался, 2000 получил. Он очень достойно, да, настолько просто, вообще без проблем, что, ну, я не знаю, ребят, если вы не попробуете поиграть на этом вооружении, вы очень многое потеряете, честно. Честно, потеряете многое, потому что в последнее время лучшего вооружения я не видел, даже если сравнивать Хоре Гром, Хоре Страйкер, да, весь прикол, наверное, в Хорьке, да, в тех вооружениях. Здесь, по большей части, весь плюс именно в этом рикошете, который просто имеет вечный баллон, да, если вы будете делать правильные вещи, вы будете делать правильные киллы, а не просто раздамаживать, например, одного противника, потом раздамаживать второго, потом третьего, пятого, десятого, и оставаться без баллона, то, да, тогда у вас будет не все так круто. Но если вы будете грамотно сливать сначала одного, потом сливать второго, потом третьего, то вы постоянно будете кататься своим фулл баллоном, и спокойнейшим образом, вот сейчас, конечно, парню очень сильно повезло, то, что он забрал две аптечки, включая свою, и тем самым у меня баллон закончился. Чуть-чуть в этом моменте мне, конечно же, не повезло, но, благо я ушел на респ, и теперь с полной, с полной мощью я могу отправиться к противнику на респ, и там уже попытаться начать делать скиллы, потому что сейчас у меня уже будет овердрайв, и вся самая нагибающая прелесть данного вооружения только-только начнет появляться. Противника имеется сейчас, грубо говоря, два с половиной резиста от рикошета, и я считаю, что это особо не является большой помехой, и спокойнейшим образом сейчас прямо-таки от респа мы отправимся контролить респ, попытаемся поуничтожить, как можно больше противников. Сейчас данное сочетание, по сути, имеет очень хорошее УП, на нем, ну, довольно просто играть, да, держать хорошую УП-шку, уничтожать по 20-30 танков за бой, вне зависимости от режима, потому что только за счет киллов вы можете на данном вооружении быть полезным своей команде, и быть полезным вообще самому себе в матчмейкинге, дабы занимать топ-1, дабы получать больше всех здесь звезд, поэтому пробуйте, играйте, я более чем уверен, что у вас получится сделать, но мне надо сейчас показать в данном бою довольно-таки хорошую игру, потому что пока что у меня здесь ничего не получается сделать, запикало ребят, которые, я так понимаю, что смотрят стрим, да, они здесь здороваются против, тоже играет один игрок, который уже постоянно накидывает урон по мне, но я думаю, что ничего страшного в этом моменте нет, у меня сейчас есть уже овердрайв, я думаю, что самое время его здесь попытаться поражать, да, это очень рискованное было сейчас движение, потому что я видел магнума, который по итогу меня и здесь нагнул, по сути я потерял в пустой овердрайв, не смог реализовать на максимум свое вооружение, но я думаю, что времени еще в данной катке у нас предостаточно, и все у нас получится здесь сделать. Сейчас было бы неплохо попробовать как можно ближе прижаться к респу противника, и найти тот самый тайминг, когда меня не будут сильно уничтожать, и я спокойнейшим образом смогу контролить респ, а если я не респ, то хотя бы центральную зону от данной карты, и тогда у меня должно получаться, да, отличнейшим образом сейчас я добиваю противника, то если бы я не добил, все могло бы быть довольно-таки плохо, но благо я здесь его убил, баллон себе подкопил, и сейчас нужно грамотно заезжать уже на базу, конечно было бы неплохо, если бы я еще бы забирал бы точки, потому что я смотрю на счет, и понимаю, что это просто какая-то турбо-сливная каточка, 3 минуты у нас до конца остается, ладно, сейчас давайте попробуем немножко поиграть на сами точки, а не постоянно ехать на респ противника, потому что мне не нравится то, что мы так в ноль, грубо говоря, проигрываем, сейчас давайте попробуем отконтролить данный золотой ящик, потому что это может быть контейнер, и что мы забираем, нет, мы пищу забираем, если бы был контейнер, было бы, конечно, очень-очень круто, но для видеоролика довольно-таки неплохо, то что мы сейчас его отжали, первое место, вы видите, что мне не везет, вы видите, что у меня особо ничего тут крутого, супер имбового не получается в данном бою, но, что я могу сказать, даже при всех этих печальных раскладах, у меня все равно сохраняется первое место в катке, и все равно у меня удается здесь вытягивать эти самые 6 звездочек с каточки, 2 минуты остается до конца, я понимаю, что сейчас можно здесь хотя бы набить, ну, опыта 400, наверное, было бы достойно, овердайв пока у меня имеется, было бы неплохо, конечно, еще понакидывать по урону по противнику, блин, печально, что сейчас здесь купол стоит в левом фланге, а если бы купола бы не было, было бы куда лучше, хорошо, хоть противник отъезжает от него, и мы можем сейчас покидать в спину, я хотел сказать, но быстрые рельса меня здесь убивают, контролит довольно-таки неплохо противник, это, наверное, является одной из слабых сторон данного Хорнета, но, по сути, даже при всех тех раскладах, когда вас контролят, да, вот сейчас явно не совсем благоприятная каточка у нас попалась, даже при всех этих раскладах, все равно вы будете, хотите вы этого или нет, вы будете занимать топчик, и вы будете спокойнейшим образом получать свои самые заветные звезды, дабы нагибать, и дабы получать вообще опыт, и получать звезды в своих катках, и по сути, по сути, ребят, ну, я не знаю, что здесь можно было бы еще добавить, здесь нечего добавлять, просто нечего, когда ты играешь на таком вооружении, тебе надо просто контролить как можно ближе противника к себе, да, дабы не надо было там куда-то далеко бегать, вот сейчас неплохой тайминг начинается, я вам скажу, три противника уже уничтожены, четвертого бы было бы неплохо, но рельса в спину прилетает не совсем вовремя, я получаю такое большое количество урона, 355 опыта у меня имеется, у пэшечка двоечка, двоечка, это даже, я бы сказал бы, не так много для такого вооружения, да, карта не совсем грамотная, наверное, здесь попалась, но все равно у нас довольно неплохо все получается, и можно даже, наверное, сейчас было бы рельсе сбить, но она как-то, как-то пролагивает ужасно, я что-то не понял, что произошло в данной ситуации, я думал, что я спокойным шумом образом сейчас собью ей прицел, и все будет у нас очень благополучно, но не получается это сделать, два противника сейчас у нас есть на данной точке, мне было бы неплохо хотя бы одного здесь слить, но не получается, не получается, когда тебя контролят, не все получается, но надо постараться дотянуть данную катку до конца, до логического завершения, еще и мы выигрываем ее, неплохо, неплохо наша команда решила откамбетчить, и у нас все, в принципе, получилось, и последний бы в килл бы еще бы сделал, было бы неплохо, 375 опыта, опять же, первое место, в двух катках мне сильно люто не повезло, но при этом раскладе спокойнейшим образом у нас занимается два места, я думаю, что данных двух каток будет достаточно, я надеюсь, что вы поняли мой посыл, я надеюсь, что вы поняли, что вам прямо сейчас, если у вас не имеется данного устройства, стоит его приобрести, начать играть на нем, и потом начать просто люто нагибать матчмейкинги, и получать удовольствие от игры за счет суперинтересного, скиллозависимого и имбового вооружения, пока оно нагибает, берите, покупайте, и точно вы не пожалеете. Вот такой вот видеоролик у нас получился, если вы, ребят, не поставили еще палец вверх, обязательно поставьте его прямо сейчас, напишите комментарий, как, по вашему мнению, вообще смотрится данное вооружение, нравится оно вам или нет, ну и, конечно же, пробуйте, покупайте и нагибайте. С вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.